В сегодняшнем выпуске «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете, как применять жертву Иисуса Христа в своей жизни. Не пропустите сегодняшний выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Я приглашаю вас в программе «Узнавая еврейского Иисуса». Мы занимаемся фундаментальным обучением. Я назвал эту серию «Пророческое исполнение Божьих осенних святых дней». В каждой программе в рамках этой серии я говорю о том, что назначенные Господом святые дни в 23 главе книги Левит важны для всей Церкви. Я призываю вас посмотреть предыдущие программы этой серии. Это фундаментальное учение, потому что эти святые дни, назначенные Господом, открывают нам Божий пророческий план искупления людей. Мы говорим об осенних святых днях. Мы уже обсудили первый осенний праздник Йом-Труа, праздник труб, который часто называют Роша-Шана. Вы можете узнать о нем из наших предыдущих выпусков. В конце программы мы расскажем, как их найти. Их можно посмотреть даже на Ютюбе. Сегодня мы говорим о празднике Йом-Кипур. Я уже начал говорить о нем в прошлом выпуске программы. Это второе послание о дне искупления, которое на иврите называется «Йом-Кипур». Йом — это день, кипур — это покрывать. Как в еврейской Библии в Ветхом Завете происходил выкуп, покрывались долги. Для этого нужна была кровь. Библия говорит нам в Торе, в Левит, 17-й главе. «Душа тела в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Поэтому так важно то, что когда Иисус был на кресте, и когда воин подошел к Нему и пронзил копьем Его бок, хлынула кровь. Поток крови говорит о том, что была отдана жизнь. «Кровь Иисуса купила наше спасение, возлюбленная». Я говорил об этом на прошлой неделе. Я говорил о том, что мы были искуплены, то есть за нас был заплачен выкуп кровью Агнсом. Фундаментальное местописание о Йом-Кипуре находится в книге Откровения, 12-й главе. Хочу прочесть это место для вас еще раз, чтобы вы смогли понять, о чем идет речь. Я буду читать новую американскую стандартную версию. Это, пожалуй, лучший перевод, потому что его цель — переводить каждое греческое или еврейское слово, причем буквально. Итак, послушайте Слово Божие. Мы читаем книгу Откровения, 12-ю главу, 11-й стих. «Они победили его кровью Агнсом и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Это местописание говорит о верующих последнего времени, которые выжили при помощи трех вещей. Во-первых, благодаря крови Агнсом. Во-вторых, благодаря слову своего свидетельства. И потому что их жизнь была полностью посвящена Богу, даже до смерти. Итак, мой вопрос к вам. Как мы можем применить кровь Агнсом к нашей с вами жизни? Потому что самого факта, что Иисус пролил свою кровь, недостаточно. Мы должны применить кровь Иисуса непосредственно к своей жизни. Как же нам это сделать? На прошлой неделе я говорил о Древней Пасхе, описанной в 12-й главе книги Исход. Каждая израильская семья приносила в жертву Агнса. Точно так же, как в Откровении 12-й главе сказано, что они победили кровью Агнса. Если мы берем концепцию Агнса, это приводит нас к 12-й главе Исход, в которой каждая семья в Израиле приносила Агнса без порока в жертву. Агнец служил прообразом Иисуса. Они очень аккуратно собирали кровь Агнса в сосуд. Ни одна капля не должна была пролиться на землю. Эту кровь нельзя было потратить в пустую. Настолько она была ценной. После этого они должны были лично обмочить в кровь пучок из сопа и окропить косяки дверей этой кровью из сосуда, а затем зайти в дом и закрыть за собою дверь. Это символизировало то, что они были под абсолютной защитой крови. Я хочу, чтобы вы задумывались об этом. Когда еврейские семьи закололи Агнса и собрали его кровь в сосуд, то кровь, находящаяся в сосуде, не могла их спасти. Но только если они применили кровь из сосуда, если они окропили свой дом, вошли внутрь дома и закрыли дверь изнутри, эта кровь спасла их. И точно таким же образом кровь Иисуса не спасает нас автоматически. Мы должны применить ее к нашей жизни. Точно так же, как дети Израиля должны были применить кровь из сосуда и окропить ею косяки своих дверей. Итак, как же мы применяем кровь Иисуса в своей жизни? Я верю, что мы видим ответ на этот вопрос в Откровении в том месте, которое прочитали. Потому что они победили кровью Агнса и также словом своего свидетельства. Они исповедовали перед Иисусом власть и силу крови в их жизни и над ними. Наше спасение основывается на принципе исповедания. В 10 главе римлянам сказано, что если мы верим сердцем, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, а теперь, внимание, исповедуем, что Он наш Господь, то мы будем спасены. Вера и исповедание идут вместе, потому что когда человек верит и устами исповедует, то результатом будет спасение. Так говорит нам Писание. Поэтому я верю, что мы можем применять кровь Иисуса лично к своей жизни, когда у нас есть вера и когда мы исповедуем силу крови. И когда мы благодарим Иисуса за то, что делает для нас Его кровь. Мы уже начали говорить об этом на прошлой неделе. Прочитали Ефесиным первую главу, где сказано, что мы искуплены кровью Агнца, и мы имеем искупление в Его крови. Я детально говорил об этом, и затем мы вместе произносили исповедание уст. Мы сделаем это и сегодня, и затем пойдем дальше. Я хочу, чтобы вы говорили о том, что кровь Иисуса имеет искупительную силу конкретно в вашей жизни. И мы скажем вместе об этом «Спасибо, Бог Отец, за то, что Ты заплатил за меня и за то, что искупил меня кровью Иисуса, Сына Твоего. Спасибо, что Ты искупил меня, чтобы вступить со мною в брачный союз. Спасибо, Иисус. Я славлю Тебя и отдаю мою жизнь Тебе. Аминь». Итак, продолжим. Следующее, что я хочу сказать, это что кровь Иисуса, возлюбленная Церковь Божия, очищает нас. А вот что говорит Слово Божие в первом послании Иоанна 1 главе 7 стихе. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Все глаголы в этом месте Писания стоят в длительном, настоящем времени. То есть, все глаголы здесь стоят в такой форме, которая отображает постоянно продолжающиеся действия, что означает, что кровь Иисуса постоянно и даже в данный момент очищает нас от греха. Это продолжающийся процесс, который набирает обороты. Кровь очищает нас все глубже, в то время как мы имеем общение друг с другом. И теперь, имея это в виду, прочтем это еще раз. Прежде всего, мы должны ходить во свете. Это означает, мы не автоматически очищены кровью Иисуса, но мы должны ходить во свете, чтобы она очищала нас. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Как мы можем узнать, ходим мы во свете или нет? Согласно этому стиху, один из способов это узнать — рассудить, наполнены ли любовью наши отношения с народом Божиим. Поэтому подход, что ваше отношение с Богом — это только то, что между вами и Богом, и отношение с другими верующими тут ни при чем, не вполне соответствует Библии. Потому что Бог призывает нас, как народ, как общество. И Он желает, чтобы мы ходили во свете и в любви друг к другу. Каждое послание, написанное Павлом, было адресовано не отдельному человеку, за исключением Тимофея, но к церкви, в Ефесе, в Коринфе, в Филиппах. Бог призывает нас, как народ. Когда мы ходим в любви, мы пребываем во свете. И когда мы ходим во свете, в наших жизнях эффективно действует кровь Иисуса и очищает нас от греха. Потому что для того, чтобы ходить в любви, нужна сила Святого Духа. По своей природе мы любим тех, с кем нам хорошо, и кто делает хорошо нам, хорошо к нам относится. Но ходить в истинной любви означает ходить в жертвенной любви и быть готовыми положить свою жизнь. И когда мы ходим в такой любви, в нас происходит очищение, я хочу, чтобы вы сказали вместе со мной, что когда вы ходите в любви и стараетесь любить людей безусловной любовью, вот тогда кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. Давайте сейчас исповедуем это вместе. Отец Бог, я благодарю Тебя, что когда я отдаю свое сердце Тебе и стараюсь быть послушным Тебе и покоряться Духу Святому, стараясь любить Твой народ и молиться за них, и развивая в сердце отношение любви к ним, и когда я это делаю, Твой Дух через кровь Иисуса очищает меня от греха, вырывает грех с корнем через кровь Иисуса, и я очищаюсь на более глубоком уровне. Возлюбленное Божие Дитя, вы очищаетесь от всякого греха и еще преображаетесь в подобие Христу, когда вы ищете того, чтобы пребывать во свете и ходить в любви, ведь ходящие во свете пребывают в Боге. Давайте продолжим. Через кровь Христа мы оправданы. Я хочу прочесть вам из послания к римлянам. Пятая глава, девятый стих. Слово Божие говорит посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Послушайте, оправдание означает сделать праведным. Когда вы оправданы, вы сделались праведными. Вы оправданы, и это означает, что вы словно и не грешили никогда. Бог оправдывает вас, обликая вас в праведность Христа, и Он забирает ваш грех через кровь Иисуса. И теперь вы предстоите пред Богом святым и непорочным, как будто вы никогда и не грешили, потому что вы во Христе, а Иисус не согрешил. Павел говорит, «Я следую за Христом, я от всего отказался, я не ищу собственной праведности, чтобы найтись во Христе не со своей праведностью, основанной на законе, но с праведностью Христа». Итак, мы оправданы кровью Иисуса Христа, и в послании к римлянам сказано так, это 5 глава, 9 стих, «Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Послушайте, быть оправданным, это сделаться праведным и получить Божие одобрение и принятие. Да, мы согрешили, но Иисус нас оправдал, и поэтому сейчас мы словно стоим перед судьей, и судья говорит, «Не виновен», словно мы и не грешили вовсе. Мы приняли праведность Христа. Он забрал наш грех и оправдал нас. То есть Павел говорит, что до того, как пришел Иисус, все были виновны, будучи потомками Адана. Давайте посмотрим 5 главу, с 17 по 21 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного — всем человеком оправдание к жизни». Все люди унаследовали вину Адама. Мы рождены с греховной природой и, как потомки Адама, рождены уже виновными. Но когда мы приняли Иисуса, Иисус забрал наш грех кровью Своей и дал нам дар Своей праведности. Поэтому сейчас, Церковь, мы оправданы. Павел пишет об этом во многих посланиях. Большая часть его богословия основывается на этих двух принципах, что мы искуплены и оправданы кровью Иисуса. Мы невиновны. Словно мы никогда и не грешили вовсе. Давайте вместе исповедуем и скажем еще раз, «Отец Бог, я так счастлив знать, что через кровь Иисуса я теперь праведен перед Тобою и что я стою пред Тобою, оправданный, словно я никогда и не грешил. Спасибо тебе, Царь Иисус, что ты облег меня в свою праведность и забрал мой грех, принял меня и оправдал меня». Аминь и аминь. И также, возлюбленные, вы должны знать, что через кровь Иисуса мы освящаемся. «Освящаться» означает делаться святым. Кстати говоря, греческое слово, означающее «освящаться», имеет два значения и может переводиться как «освященный», так и «святой». Это слово несет в себе значение «быть отделенным». Чтобы показать вам это в Писании, я прочитаю вам отрывок из «Послания к евреям». Это 13 глава, 11 стих. Сначала я прочту из новой американской стандартной версии, где стоит слово «освященный». А затем мы с вами посмотрим это место в новом международном переводе, где переводчики употребили слово «святое». Слово Божие говорит так, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносятся первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стану. Тела животных всегда сжигались вне стану, а кровь вносили внутрь и приносили Господу как жертву за грех. То и Иисус, дабы осветить, вот это слово, «освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». То же место в новом международном переводе. Первосвященник вносит в святилище тела животных как жертву за грех, и их тела сжигаются вне стану. Так и Иисус, чтобы сделать людей святыми, кровью Своею, пострадал вне врат. Это тоже греческое слово, но в одном переводе сказано «освященными», в другом на этом месте стоит слово «святыми», потому что смысл в том, чтобы быть отделенным. Когда мы освящены или сделались святыми, мы отделены для Бога. Через кровь Иисуса, которой мы искуплены, мы отделены, освящены и сделались святыми для Бога. И в результате этого возлюбленные. Бог желает, чтобы наши жизни были отделены для Него, чтобы мы были отделены от мира, от дьявола, от похоти плоти, чтобы мы были отделены для Бога. И Бог делает это через Свою кровь. Только послушайте, что сказано в книге Левит, 20 главе. Это 26 стих. Давайте читать. «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, и Я отделил вас». Кровь Иисуса вас отделила. И вы должны отличаться от других. Ваша речь должна отличаться от других. Вы не должны быть такими, как все. Потому что кровь Иисуса искупила вас, чтобы вы были отделенными, освященными для Бога. Поэтому Новый Завет называет вас святыми. Давайте засвидетельствуем. Отец Бог, через кровь Иисуса я искуплен Тобой, я отделен для Тебя, я отделен от мира, отделен от дьявола, отделен от плоти. Исповедуйте со Мною, Отец Бог, я отделен для Тебя, я свят, я святой благодаря крови Иисуса. Ну и последнее, о чем я сегодня хочу вам сказать, через кровь Иисуса мы принимаем жизнь. Иисус сказал, если не будете есть плоти Моей и пить крови Моей, то не будете иметь в себе жизни. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 по 57 стих. Давайте посмотрим. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье. Через кровь Иисуса вам дана сама жизнь Божья. Вы живы во Христе, и все это потому, что Иисус пролил за вас свою кровь. Он есть исполнение Божьего Святого Дня Искупления Йом-Кипур. Благодаря Его крови все преимущества, о которых я говорил сегодня, принадлежат вам во Христе и Иисусе во веки и веки. Мы рады, что вы сегодня с нами, и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение «Узнавая еврейского Иисуса» изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение «Узнавая еврейского Иисуса», вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok Господь дал Моисею конкретные инструкции, как благословлять народ в книге чисел 6 главе. Господь сказал Моисею, «Так благословляй народ Израиля, провозглашая над ними. Яхва да благословит вас, и да сохранит, и да презрит Яхва светлым лицом своим на вас, и да будет милостив к вам, да обратит Яхве лицо свое на вас, и да даст вам Яхве свой мир». И Господь сказал, «Так благословляй сынов Израиля, и я нареку имя Мое над ними». Я хочу произнести это благословение в вашу жизнь, возлюбленные. Я ва-рехехе-я-ве ва-и-шма-ре-еха Я-эр-я-ве-п-на-ве-ле-ха Ви-ху-не-еха Я-э-с-а-я-ве-п-на-ве-ле-ха Ви-а-с-эм-ле-ха Шалом Бог Отец, да, продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом. Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем. И вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать. Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Войди в мою жизнь. Спаси меня. Я хочу следовать за тобой. Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. И также, если вы хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. В следующей программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете о важности праздника Кущей и как он относится к вашей жизни сегодня. Не пропустите эту захватывающую программу. Помните, я говорил вам, что каждая часть Скини несет в себе пророческую картину нашего хождения с Богом? Значение Скини привнесло немало смысла в наше спасение. Во время общения с этими драгоценными людьми происходило сверхъестественное излияние помазания. Это обучение нации, поскольку он проповедовал людям, принимающим важные решения. И я верю, что эта земля изменится, потому что ее лидеры наставлены в Божьих путях. Если вы сейчас принимаете решение отдать свою жизнь Иисусу, то я прошу вас повторить за мной эти слова. Отец Бог! Я молюсь о том, чтобы Бог благословил его еще больше, чтобы он мог идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Думаю, благодаря ему многие люди получат спасение. Равен Шнайдер, как Иоанн Креститель. Он готовит путь для Иисуса Христа. Только что вы видели, что происходило в Сороте, Уганда. Спасибо, что вы помогли мне послужить здесь. Это плодотворная почва. Завтра мы будем крестить более 900 человек, уверовавших в ходе этого Крусейда. Я благодарю вас за ваше участие в этом служении. Да благословит и вас Бог. Шалом! Возлюбленные, что мне нравится в учении о Божьих осенних праздниках, так это то, что они применимы сегодня для каждого из Божьих детей. Не только для еврейского народа, но также и для язычников. И для тех из вас, кто является верующим в Иисуса из язычников. Этот праздник крайне важен для вас, потому что он учит нас о личности Мессии Иисуса. Бог Отец желает, чтобы вся церковь понимала иудейские корни христианской веры. Поэтому Иисус сказал женщине у колодца, «Женщина, вы не знаете, кому вы поклоняетесь. А мы знаем, потому что спасение от иудеев. Господь поднял меня, чтобы я мог учить его народ, его церковь, иудейским корням христианской веры. Бог желает, чтобы мы поклонялись ему не только в духе, но и в истине». Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.